ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ, ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ, ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ. 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 видео, как обычно, а доступ в группу пожизненный. А мы приступаем прямо к контенту. Поехали! Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди. Сегодня я покажу вам два комбинирующихся графика биткоина, на которые сейчас никто не смотрит, хотя они показывают нам, в какой день может начаться сезон альткоинов. Эту информацию нам предоставила мем Крипта на своем канале, ссылку на его видео я оставлю в описании. Не будем тянуть кота за хвост и сразу послушаем, что он нам расскажет. Также мы поговорим о доминировании биткоина, где оно сейчас находится в соответствии с графиками и числами, на которые все смотрят, и где оно может оказаться в скором времени. Все это я также покажу вам в этом эпизоде. Итак, сегодня мы будем говорить об альткоинах и холдерах. Возможно, мы также поговорим о биткоин-холдерах, которые хотят перейти в альткоины, чтобы заработать на них больше биткоинов. Так что этот контент будет по душе любому трейдеру или холдеру. Я хочу начать с небольшого теоретического материала, потому что прежде чем мы вернемся к графикам, нам нужно понимать, о чем будет идти речь. И ребята, это будет по-настоящему ошеломляющим, если вы еще не слышали об этом. Это статья о доминировании биткоина на рынке и распределении Парета. Как вы знаете, Парета это правило 20 к 80, что означает, что в долгосрочной перспективе доминирование биткоина должно быть около 80%. Поэтому мы с вами быстро поговорим о том, что сделал этот трейдер. Он фактически взял рыночную капитализацию и объемы и увидел, что если учитывать только эти две переменные, то мы получим 65% корреляцию топ 100 монет. Это фактически означает, что нет никакого смысла в том, чтобы смотреть на объемы и учитывать их для рыночной капитализации, потому что многие рыночные капитализации сейчас завышены. Поэтому он забрал одну треть нижнего предела альткоинов, а затем начертил график Volume Weighted Cap для топ 100 монет. Здесь, ребята, нужно уточнить, что такое Volume Weighted Cap, потому что MMCrypto почему-то этого не сказал. Volume Weighted Cap учитывает ликвидность, включив ее в качестве множителя в уравнение. Само уравнение выглядит следующим образом. Volume Weighted Cap равно рыночная капитализация, умноженная на ликвидность. И капитализация и ликвидность измеряются в долларах, а значит единица измерения Volume Weighted Cap является доллар в квадрате. Чтобы ранжировать монеты, нужно просто разделить Volume Weighted Cap одной монеты на сумму Volume Weighted Cap всех тестируемых монет. Система ранжирования альткоинов по Volume Weighted Cap гораздо точнее, чем то, что вы видите на CoinMarketCap. В общем-то, исходя из этого анализа, доминирование биткоина на момент публикации это было 24 марта 2019 года, было уже более 80%. А график капитализации монет выглядит совершенно не так, как на CoinMarketCap, с рисованными воштрейдами, раздутыми капитализациями и подделанными объемами. Надеюсь, теперь вам стало понятнее, о чем говорит ММКрипта. Кстати, ссылку на эту статью я оставлю в описании под видео. А это значит, что доминирование биткоина в марте уже составляло 80%. А что если я скажу вам, что сейчас рыночная капитализация биткоина составляет не 80, а 90%? Что если бы я сказал вам, что рыночная капитализация биткоина может пойти еще выше? Я имею в виду его реальную рыночную капитализацию, а не ту, на которую все сейчас смотрят. Но сегодня эти два графика вместе точно скажут нам, когда альткоины могут получить новый импульс, а также когда этот импульс может закончиться. У нас есть еще одно ценное видео на канале, оно о конкретном тайминге, когда именно может начаться сезон альткоинов. Кстати, я его тоже переводил, сейчас подсказка появится на экране, можете его посмотреть. Обязательно посмотрите это видео, чтобы у вас появилось понимание, когда альткоины зашевелятся. Прежде всего помните, что рыночные капитализации завышены, объемы тоже завышены. Я думаю, все вы знаете об этой статье, ее суть заключается в том, что за 15 тысяч долларов этот парень подделает ваши объемы на бирже, и вы попадете на CoinMarketCap. Так как рыночная капитализация и все объемы взяты с CoinMarketCap, который в свою очередь отслеживает эти данные через API с бирж. И эти биржи в основном теневые. А этот парень не единственный. Почти каждый выходящий проект платит маркетмейкерам за создание большого объема. Поэтому сейчас мы знаем, что объем завышен и рыночная капитализация тоже завышена. Тем не менее, сейчас доминирование биткоина на рынке все еще составляет 65-70 процентов. Но теперь мы также знаем, что наиболее вероятно, что реальное доминирование биткоина сейчас не равняется 80 процентам, как в марте. Оно может быть даже на уровне 90, а я и вовсе думаю, что более чем 90 процентов. И сейчас я хочу перейти к комбинации графиков. Доминирование находится в этом восходящем треугольнике почти два года и биткоин пытается вырваться из него прямо сейчас. У нас есть сопротивление вот здесь на уровне около 70 процентов. В реальных числах биткоин уже давно сломал это сопротивление, но давайте сосредоточимся на этом публичном графике прямо сейчас. Но помните, что реальное доминирование биткоина на рынке намного выше. Мы имеем здесь индикатор мэйр мультипл, который вы вероятно помните, если смотрели мои предыдущие видео. Я уже говорил о мэйр мультипл, который точно измеряет отклонение цены биткоина от средней скользящей. Здесь мы не на графиках цены биткоина, это график доминирования биткоина на рынке. Я еще никогда не видел, чтобы кто-то объединил график доминирования с мэйр мультипл. Пожалуйста, дайте мне знать, если я ошибаюсь, потому что я еще никогда такого не видел. Поэтому сейчас мы видим, что доминирование на рынке биткоина перегрето. У нас есть коэффициент мэйр, который превышает 1,2, поэтому график доминирования биткоина намного выше 200-дневной средней скользящей. Итак, что мы можем увидеть, это то, что как только биткоин пробил старый исторический максимум, он был ниже единицы на индикаторе мэйр мультипл, а также ниже дневной скользящей мэйр мультипл. И мы можем видеть, что это всегда означало большой взрыв альткоинов. И наоборот, если же мы идем выше скользящей, то взрывается биткоин. На данный момент мы находимся выше, то есть мы в сезоне, которым правит биткоин. Но что это на самом деле означает? Теперь мы знаем, что должны смотреть также и на 200-дневную среднюю скользящую индикатора мэйр мультипл, которая прямо сейчас начинает расти вверх. Это сигнал, который означает, что мы имеем чрезмерно перегретое доминирование биткоина на рынке. И поскольку средняя скользящая будет иметь восходящий наклон в течение следующих недель и месяцев, это может означать, что биткоин может опуститься ниже этой 200-дневной скользящей индикатора мэйр мультипл. Все сейчас наблюдают за этим графиком и ожидают, что биткоин вырвется из треугольника и, возможно, даже достигнет около 80% доминирования на рынке. Хотя я хочу сказать, что мы не можем с уверенностью смотреть в будущее. Но это то, что на самом деле имело бы большой смысл по закону распределения парета. Но в реальности доминирование биткоина может фактически вырасти до отметок в 90%. Поэтому если доминирование биткоина в соответствии с CoinMarketCap может вырасти до 80%, то реальное доминирование на рынке будет на уровне 90%. И это будет тот самый момент, когда вы сможете получить самые низкие цены на конкретные альткоины, выраженные в Сатоши. В первую очередь, это будет первый настоящий момент, когда мы сможем переходить в альткоины. А также, скорее всего, по моему мнению, мы придем к тому моменту, когда биткоин достигнет исторического максимума. Это будет момент, когда многие люди, розничные инвесторы, придут на рынок, чтобы найти дешевые альтернативы биткоину. Так же, как это произошло именно здесь. В тот самый момент, когда биткоин сломал старый исторический максимум в цене. Я думаю, что именно это может произойти снова. Также, это может быть моментом, когда биткоин будет стремительно падать ниже 200-дневной скользящей средней. Но, пожалуйста, ребята, помните, что большинство альткоинов являются мусором. Я думаю, в долгосрочной перспективе случится так, что биткоин, возможно, оттолкнется обратно до 80% доминирования. И немногие действительно хорошие альткоины смогут получить около 20% на рынке, что по-прежнему приведет к большому потенциалу роста, поскольку рыночная капитализация биткоина также быстро растет. Поэтому я буду пристально следить за этим. Также я буду держать пристальный взгляд на индикаторе Mayer Multiple, на 200-дневной средней скользящей, на доминирование биткоина и на 200-дневной скользящей индикатора Mayer Multiple. Это все на сегодня. Ребята, пишите в комментариях, что вы думаете по поводу такого совмещения двух графиков для определения начала сезона альткоинов. А меня зовут Богатейший Ди. Подписывайтесь на канал, телеграм, делитесь видео с друзьями, комментируйте, обязательно богатейте. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»!